Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня буду показывать вам трейлеры, с которыми у меня не очень-то получается. Значит, самый первый сорт R.S. Тайна Ниагара. Красивые полумахровые цветы лавандового цвета. По лепесткам фэнтези в виде крапа, такого насыщенного, яркого, сиреневого цвета. Значит, этот сорт растет по принципу обычной фиалки. Стволик не вытягивается от слова вообще. Единственная особенность у этого сорта от трейлера, это более длинные черешки у листьев и постоянная тяга к цветению. Уже с детки закладываются цветоносы и получается, что одни цветы увядают, а другие уже распускаются. И вот постоянно цветущий сорт. Значит, для того, чтобы этот сорт все-таки вырастить как трейлер, я решила у одной розетки, у одного кустика прищипнуть верхушку. Значит, вот эти два оставляю расти как они хотят, а вот здесь прищипну верхушку. Здесь у меня уже есть цветоносы. Видите, вот бутончики уже заложились. Я их сейчас удалю. Вот. И прищипну точку роста. И посмотрим, что из этого получится. Если вы собрались у трейлера прищипывать верхушку, делайте это или до пересадки фиалки, или же после пересадки, ну, через пару недель, чтобы стресс не подвергать стрессу фиалку. Вот эту розетку я где-то недели-две назад методом перевалки перевалила в горшочек-восьмерку на постоянное место жительства. Так, цветоносы удалила. И сейчас буду убирать верхушку. Срежу сначала ножничками. Вот. А потом вот эти зачищу вот так вот стволик. Эту розетку я теперь поставлю под хорошие лампы и буду ждать появления пасынков. А дальше будем смотреть, что с этого получится. Сады любви. Тоже растет этот сорт по принципу обычной фиалки. Стволик не удлиняется, но сохраняются длинные черешки у листьев и такая же тяга к цветению. Значит, вот этот трейлер, у меня их три розеточки. У одного кустика я в молодом возрасте прищипнула верхушку. И у меня получилось вот три пасынка. Раз, два, три. Сейчас я эти пасынки подращиваю. Вот. Цвести я не даю. То есть, как только я цветоносы увидела, я сразу их убираю. Мне нужно, чтобы вот это все выросло сначала. И только потом уже разрешу цвести. Еще один экземпляр ДС Сады любви. Тут я допустила небольшую ошибку. У меня вот именно вот эта розетка сама нарастила два пасынка. Вот один пасынок и вот второй пасынок. В надежде на то, что вот эти пасынки будут развиваться одновременно с основной точкой роста, я, в общем-то, ничего не делала. Но я вижу, что вот эта основная точка роста, она как бы задавлена получается вот этими двумя пасынками. И, ну, согласитесь, вид вообще никакущий. Так как этот сорт плохо вытягивает стволик, то я считаю, что вот в таком случае нужно обязательно каким-то одним пасынком пожертвовать. Вот. Ну, в данном случае точкой роста. То есть я ее сейчас удалю, и у меня этот кустик будет на две головы, которые будут развиваться полноценно, и ничего мешать им не будет. Я срезаю вот эту основную голову. Так. И таким образом вот эти два пасынка я освобождаю. Вот почему я говорю, что вот эту прищипку надо делать, пока фиалка молодая. Чтобы не было вот такой вот, ну, вот такого, да. Вот. Потому что это потом, вот если на фитиле, оно может загнивать, вот этот стволик уже. Он же уже, ну, одревесневший. Вот. Поэтому это все нужно делать чем раньше, тем лучше. Но уже как есть, как получилось. Значит, более-менее вот тут все. Так, надеюсь, вам видно, что я делаю. Зачищаю. Пасынки здесь уже, на этом стволике, не появятся. Вот. У меня был такой вопрос. Что делать? Ну, то есть удаляются же пасынки, да. И некоторые думают, что трейлеры, ну, постоянно гонят пасынки. Нет. Тут все, как и у обычных фиалок. В молодом возрасте трейлеры пасынкуются. Вы удаляете те пасынки, которые считаете, что не нужны. Оставляете нужные. И максимум два раза такое может происходить. То есть два раза вы будете удалять пасынки. А дальше там уже пойдут цветоносцы. И, в общем-то, все будет нормально. Так, все. Вот такая вот страшилочка у меня остается. Кстати, вот я здесь верхушку прищипнула. И буквально через пару неделек я буду делать пересадку этому кустику. Потому что здесь, видите, вот пожелтели листочки. Это признак голодания у фиалки. Вот здесь уже корни появились из дренажных отверстий. То есть грунт нужно освежить. Пересадку буду делать либо же в горшочек побольше. Буду смотреть, какая корневая там. Либо же немножечко подрежу корешки. И в этот же горшочек посажу. ДС невеста. Этот сорт я переращиваю заново с листика. Значит, листик мне дал две детки. И посмотрите, они абсолютно разные. Давайте рассмотрим вот этот вариант. Такое что-то бесформенное. Вот есть одна точка роста. Вот одна. Вот она, вторая точка роста. Вот она. И вот третья. То есть вроде бы как кустик разложился сам на три основные головы, которые должны расти. Но, тем не менее, они плохо растут. Плохо растут, потому что вот эти листья мешают, закрывают. Ой, так вот один нечаянно сломала, потянула. Но ничего страшного. Значит, в таком случае лишние листочки нужно убирать. Убирать лишние листья. И вот эту точку роста посередине, да, как бы основную, ее тоже нужно убрать. Вот, что я, собственно говоря, сейчас и сделаю. Я на своей старой взрослой розетке вот эту точку роста убрала поздно, когда уже ствол одеревенел. И у меня там вообще ничего не получилось. Что-то такое страшное получилось. Какие-то пасынки начали на пне появляться лишние. И поэтому я решила перерастить все заново. Так, вот. Пока это все молодое. Если видите пасынки лишние, которые маленькие, их тоже можно зачистить и убрать. Чем раньше, тем лучше. Так. Вот у меня одна получается. Вот одна, которую я буду оставлять. И вот эта. А вот эта, вот эта, я все. А, нет, подождите. Тут у меня еще третья есть, которую я не видела, пока там листики ее прикрывали. Вот, смотрите. Хорошо у меня все получится. Вот еще одна. Три. Три головы у меня получается. Так. Три основные точки роста. У этого сорта достаточно такие ломкие листочки. Поэтому, чтобы ничего лишнего не сломать раньше времени, нужно очень-очень аккуратно проводить все манипуляции. Так, вот. Все. Дальше буду смотреть, что тут у меня, как тут у меня рост пойдет. Вот. Пока в пятерочке растет. Пересаживать еще рано. С вот этой, да, с невестой, ну, тут я попробую ничего не делать. То есть, вот тут вроде бы как основная точка роста. Вот она, да. Вот тут пасынки один. Вон там вот второй. Где-то там внизу третий. Но я попробую пока ничего не делать. Хотя, возможно, вот этот листик, вот, чуть позже все-таки нужно будет убрать, чтобы открыть вот этот вот пасынок. Вот. Но пока спешить не буду. Я говорила вам уже, да, в одном своем видео, что с трейлерами спешить не нужно. Так, еще один сорт, который я обязательно хочу вам показать, которым я не очень пока что довольна. Это сорт Valarta Componas Mavacos. Значит, что мне, у меня не получается с этим сортом. Это кустовой трейлер мини. Определяем по размеру листовой пластины. Что это у нас, мини, полумини или же стандарт. Значит, этот трейлер растет у меня ежиком. Вот видите, вот такая вот ежина. Я пробовала у этого трейлера удалять, зачищать лишние пасынки. Вот. Но из-за того, что листья здесь хрупкие у этого сорта, их не заправишь. Как вот я обычно там причесываю свои трейлеры. В общем-то, ничего, как видите, хорошего у меня не получилось от того, что я там удаляла лишние листья. Да, вроде бы как эти пасынки выводить. Вы начали выходить, да? Вот что-то так, форма какая-то появляется. Но все равно, пока эти пасынки вырастут, тут уже листья старятся. Вот. И, в общем-то, не знаю. Здесь, наверное, полностью буду либо выбрасывать вот этот кустик. И вся надежда у меня на вот этот вот кустик. Такие трейлеры, которые растут как ежики, скорее всего, лучше всего выращивать с полянкой. Ждать первого цветения. То есть, не трогать их. Дожидайтесь. Вот тут у меня уже есть бутончики. И после первого цветения тогда уже делать пересадку. Вот я буду делать пересадку с вот этого кашпо. В кашпо побольше, потому что трем розеткам здесь тесно. И при пересадке тогда уже удалять лишние листочки, да? Мешающие листики. Лишние пасынки зачищать. Вот. Такая же история у меня произошла с Чанта Спринг. Смотрите, да? Тоже в одну розеточку у меня вот все сплошным ежиком было. Ничего я не могла сделать. Я уже даже хотела этот сорт выбросить. Поначиталась, что это мутация. И потом просто додумалась укоренить листик и перерастить заново. С листика у меня получилось 4 детки, которые я высадила в одно кашпо. И, как видите, все замечательно. Все растет, хорошо выглядит и цветет. Да, это все там еще не посынкуется. Но и не надо, чтобы это посынковалось и выглядело вот таким ежиком. То есть лучше растет. Пусть вот так вот. Растет. Ну и на сегодня информации о непослушных трейлерах из моей коллекции я вам дала предостаточно. Надеюсь, вам было со мной интересно. Обязательно в комментариях делитесь своим опытом, с какими сортами у вас не получается. Это все полезно и интересно. На этом хочу пожелать вам всем мира, добра и благополучия. Встретимся в следующих видео.